Вчера и так ты вечером не со мной был. Давай хоть сегодня побудешь со мной, пожалуйста. Почему? А, да какую работу? Он же сказал, что не пойдёт на неё. А 200 алмазов — это сколько бобов? Роман, я не знаю, сколько это бобов. Я знаю, что нужно 200 алмазов подарить. Миш, 200 алмазов — это сколько бобов? Рыбки раков сейчас бы. Вот, я не ем раков. Потому что они не имеют чешуи и плавники. В общем, по вероисповеданию, из моря можно есть то, что имеют плавники и чешую. Всё остальное тоже считается нечистой пищей. Вот. Да не злюсь я на тебя, не злюсь! Мне так тяжело. На звоночек поднимаюсь за 200 алмазиков. Миш, 200 алмазов — сколько это бобов? Креветки тоже нечистая пища. И причём это для всех. Просто люди не больно сильно читают священное писание. А священное писание — это библия у христиан. Да, креветки тоже не ем. Но я креветки очень-очень любила. Но пришлось отказаться. 30 — это 70 рублей. 200 — это 500. Почему? Доширак. Доширак можно, Артём, не шути ты так. Ем я его иногда. Почему? По вероисповеданию, Бог людям в пищу дал продукты, которые можно, если которые нет. Разделил её на чистую и нечистую, дабы выделить свой народ. Вот. Чтобы верующие отличались от неверующих. Вот. Я сегодня ела Доширак, кстати. Я его несколько дней уже не ела. Наелась им. Надоела. Но звоночек беру за 200 алмазиков. Не надо наяривать, я не подниму. 200 алмазов дарить и поднимаю. Да не злюсь. Блин, Роман, ну ты шутишь. Яйца есть можно. Я ещё расскажу. Из моря нельзя есть. Нет, лучше скажу, что можно. Из моря, всё, что в море находится, можно есть то, что имеет чешую плавник. Вот это вот можно есть. Из мяса можно есть тех животных, которые жуют, жуют, и имеют копыта раздвоенные. Жуют жвачку, траву. Имеют раздвоенные копыта. Вот смотрите, свиньи имеют копыта, но они не жуют. Они едят всё, что можно. Это не чистая пища. Кролик. Кролик очень вообще похож на кошку, я вам скажу. У него лапы, нет копыт, да? Нет копыт, но он жует, он не подходит. В общем, рассматриваем тех животных, которые и жуют, и имеют раздвоенные копыта. Их кушать можно. Привет, я город Ташкент, имя Яшин, специальность финансиста, образование высшее, окончил Ташкент. Очень за тебя рада, 0,0. Ну на ничего себе прайс. Денчик, а ты знаешь, сколько у других стоит? 500 алмазиков у раскрученных подняться. 500 алмазиков, а у меня 200 алмазиков. Как ты думаешь, много куриц? Курицу можно, это птица, это птица, можно курицу есть. Здравствуйте, тётенька. Сулейман, у тебя есть один сейчас шанс написать «Здравствуйте, девушка», «Здравствуйте, Ольга», иначе пойдёшь ты в бан далёкий. Я тебе не тётенька. Ты пришёл ко мне на страницу и как мужчина проявляешь к чужому человеку, который тебе ничего не сделал, неуважение, приветствуя таким образом. Я тебе сестра или мать? Скажи, ты со своей сестрой так же будешь общаться? А то всё хихи, да ха-ха. Сколько я буду терпеть второй месяц? Ещё одно сообщение. Нафиг вылетишь. Вы православный, я христианка. Спасибо за натоптыши. 00, я не понимаю, ты понимаешь мой язык? Ко мне подняться на эфир 200 алмазов. Можно их не платить, но тогда лучше не надо мне вот это вот наяривать сюда. Спасибо, Лам. Фу, Сулейман, ты мужчина, которого плохо воспитали. Лучше бы мама тобой занималась в детстве. Да, поэтому, мужики, выбирайте себе в жёны девушек, у которых нормальное воспитание, чтобы ваши дети не были, как этот Сулейман. Писали чушь незнакомым людям. Я бы ещё поняла, что если бы я к нему пришла на страницу и начала. Здравствуйте, тётя Ольга, как дела? Вас в чё, бизнес-стрем пенсию не дали, что ли? Вообще просто. Если бы я увидела, что у меня сын такой пишет, я бы, может, такой подсрачник втащила за такое обращение к женскому полу. Я считаю, что это неадекватное поведение два нуля брать и вот так вот сидеть и висеть на звонке. Я не знаю, может, это так интернет глючит, но ты у меня до сих пор на звонке. Заметьте, я здесь никого не оскорбляю, ни по какому признаку, ни по национальному, ни по вероисповеданию, ни по внешности. Заходят какие-то люди, да, и которые начинают на меня что-то говорить, которых я даже не трогала. Нет, не сплю. Не сплю. Я тебя жду, Саня Дол. Вот сначала ты засыпаешь, потом я. Как только ты заснёшь, тогда и я усну. Ань, что ты делаешь? Ну валяйся, валяйся. Как надоест валяться, скажи. Пойдём, пообщаемся. Придёшь ко мне в эфир танцевать? Так, привет, Вольфич. Всем привет. Сижу, животных перебираю. Так я тебе говорю, курицу, говядину, баранину, индейку. Можно. А, стрелы метаешь, Саня Дол. Кто меня обидел? Вольфич, меня никто не обидел, но ко мне проявили неуважение. Зашёл человек и неуважительно захотелось ко мне обратиться. Я ему дала шанс повести себя иначе. Он всё равно себя не повёл иначе. Я просто его заблокировала. Люблю жареную картошку, но ем я её не часто. Я в основном люблю картошку отварить и чуть-чуть обжарить на маслечке сливочном. Добавить чесночка и укропчика. Или просто отварить картошку. Тоже масло сливочное и зелень. Ну и третий вариант. Это пюре нежное. А картошку жареную не часто ем. Не спи пока что. Хорошо. You very beautiful. Thank you. Вот опять вертолётик летит. Вертолётики летят. Это хороший свой признак. Значит, не будет обстрела. Но очень часто, когда они пролетают, после них начинаются наоборот обстрелы. Наверное, они какие-то точки узнают важные, потом по ним шмалят. Какой шанс? Ноги в тазик с бетоном и на подводную экскурсию. Ого! Как ты выкрутил. Привет, я Созол. Спасибо, мне там цветочек то ли дарили. Спасибо за эксклюзивки, ребят. Кстати, а кто чем занимается в свой выходной? Вот Михаил писал, что он кушает, готовит блюда и будет подругу свою встречать. Кто ходит гулять? Кто на природу поехал? Кто чем занят? Расскажите, какая у вас жизнь? Точнее, как она у вас протекает? Мне очень интересно. У нас вчера и без вертолётиков не очень весело было. Я знаю, Дэнчик, я чуть-чуть новостей смотрела, но старалась не углубляться, потому что у меня и так повышенная тревожность. Я чувствую, как у меня здоровье портится. А я очень много денег вложила, чтобы себя хорошо чувствовать. И не готова сейчас опять возвращаться к тому состоянию, которое у меня было недавно. Поэтому я не все новости прочитываю.